В Ирбитском музее изобразительных искусств скоро откроется выставка известного книжного графика Виталия Стацинского, живущего в Париже. Сегодня прошла первая встреча Ирбитчан с художником и его женой Татьяной Зверевой. График Стацинского далека от привычного представления о рисунке для детской книги. С его умением превратить любую линию в острый сатирический штрих. Это иллюстрации к русским басням, сказкам, шуткам, прибоуткам, частушкам, детским песенкам, сотворенные в особой графической манере, языком гротеска, ярко, выразительно, со своеобразным юмором. Как всякий патриот-эмигрант, Стацинский считает себя чисто русским художником. И именно в Париже это выразилось с особой силой. Жители Ирбита имеют уникальный шанс увидеть творчество художника, работающего на мировом уровне и впервые выставляющего свои работы в российской провинции. Виталий Казимирович, Вы в России, в самой глубинке, на Урале. Сейчас уже готовится Ваша выставка. Расскажите о своих чувствах. Ну что я могу сказать? Это вообще для меня очень уникальный шок, потому что я впервые выставляюсь в музее, который, как ни странно, известен только, к сожалению, в России, а на Западе еще нет, но я надеюсь, что и до этого дела дойдет. Но в понятии глубинки, глубинки за Уралом и так далее, то я о нем слышал еще давно. И я надеюсь, что все, что я привез, это итог моего большого периода творчества, должно понравиться зрителю. Любопытное и творчество русской парижанки Татьяны Зверевой, работающей в традициях мирового поп-арта, над художественными объектами, инсталляциями на тему времени. Я начала это делать во Франции, когда приехала из Москвы вслед за своим будущим мужем, а сейчас уже мужем, Виталием Казимировичем. И начались долгие годы установления, получения документов и так далее. И у меня было много времени для размышлений. Вот как-то мои мысли стали материализовываться в эти инсталляции, объекты. И так возникла тема времени, и потом мне это стало занимать все больше и больше. И вообще время – это такая вечная тема. Презентация выставки состоится в помещении Музейно-выставочного центра Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. 18 мая в 17 часов. Репортаж Надежды Далматовой об открытии выставки в Музее изобразительных искусств и программу «Тревожная хроника» о событиях прошедшей недели. А я прощаюсь с вами. Смотрите НТС Ирбит завтра. Всего вам доброго. Публика Ирбита не избалована авангардным искусством. В Ирбитском государственном музее изобразительных искусств открылась выставка известного художника-графика Виталия Стацинского, живущего в Париже. Пришли давно, с 2000 года, с первого моего знакомства, личного знакомства с Виталием Газимировичем и его выставкой, принес совместной выставкой Виталия Газимировича и Татьяны Михайловны в Москве в Государственном литературном музее. Я тогда увидел эту выставку. Она, так сказать, была несколько другого качества, другого состава, чем сейчас здесь в Ирбите. В Ирбите резко отличается и выгодно отличается качественно от московского варианта. И вот тогда, во время первого знакомства, у меня возникла, вернее, идея показать этого остроавангардного мастера, показать у нас в глубине России. А почему бы и нет? Я бы очень хотел целый ряд вещей из того, что здесь экспонируется, по крайней мере, из детской книжной графики. Я бы хотел, чтобы эти вещи оказались в нашем собрании, в нашем музее. У нас блестящая своя коллекция книжной графики, но вот Стацинского у нас еще пока нет. Будем надеяться, что рано или поздно у нас Стацинские собрания появятся. До сих пор в Ирбите еще не было образцов настоящего авангардного искусства. Базируясь на традициях русской классической силографии и отталкиваясь от нее, художник создает совершенно новые образы. Все необычно и интересно. А некоторые вещи для нас по нравственности не совсем понятны, потому что это другой цивилизации вещи. Это будни Франции. И это как бы парижский вариант. Его надо немножечко как бы адаптированно посмотреть. Не сразу восприятие идет. А так замечательная выставка. И просто какой-то дух. Я не знаю, мне очень здесь комфортно. Легкие воздушные иллюстрации к сказкам, шуткам, прибауткам, частушкам, детским песенкам, сотворенные в особой графической манере, языком гротеска, ярко, выразительно, со своеобразным юмором, возвращают посетителей выставки «Волшебный мир детства». Несколько поколений россиян выросло на журнале «Веселые картинки», художником-редактором которого был Виталий Стацинский. Позднее он возглавлял журнал «Колобок». 1978 года живет во Франции. Участвует на многочисленных выставках книжной и станковой графики в России и за рубежом. Знакомство с творчеством художника – это радостное и большое событие для многих ербитчан. Что мне понравилось? Конечно, сказки, басни, поясняющие, то, что там нарисовано дети, вот и интересуются, говорят, а как читать там наоборот повешено головой вниз, как говорится, текст к сказке. Ну, много авангардизма, можно сказать, что сначала кажется, что непонятная картина, а начнешь смотреть, вот рождение Евы особенно интересное, постепенно вырисовывается, все становится понятным, ясным. Это вызывает определенный интерес, то, что сопровождаются рисунки, комментариями художника, какими-то размышлениями философскими. Но в целом я считаю это событие в культурной жизни города Ирбита, и всем советую посетить эту выставку. Все работы сделаны от чистого сердца, с любовью к родине, к русскому фольклору, к русской культуре. Недавно вышла в свет книга Бунина «Темные аллеи», проиллюстрированная Виталием Стацинским. В 200-летию далее художник проиллюстрировал словарь пословиц и поговорок русского народа. Сейчас Виталий Казимирович работает над оформлением книги «Дама с собачкой» Антона Павловича Чехова, которая выйдет в свет на французском языке. Одной из главных задач своего творчества художник называет пропаганду русской культуры в Европе. Виталий Казимирович рассказал нам о своих любимых персонажах. Для детей мои любимые персонажи – клуб веселых человечков, как говорится. То есть, в общем, персонажи – это что дети любят? Зверей в основе своей, да, там, о мальчишке, там, автомат Калашникова и так далее. Так что я люблю зверей рисовать для всех. В первую очередь я это делал для детей. Вот когда веселые картинки, колобок и так далее. А здесь уже, значит, когда для взрослых, то, конечно, меня волновала тема более глубокая. Это русский фольклор, но уже такой серьезный. Фольклор с юмором, фольклор без юмора. Хулиганский фольклор. Но хулиганский фольклор у нас считался нехорошим. Ну, а я всегда считал, почему же, если есть Декамерон, Бокачево и так далее, а наши, что русские заветные сказки хуже, то я потихоньку стал рисовать то и другое. Жена художника Татьяна Зверева с 1992 года живет и работает в Париже. Она дизайнер в ряде крупных французских издательств. Параллельно работает над художественными объектами на тему времени. Инсталляции Татьяны Зверевой находятся в частных коллекциях во всех странах мира, участвуют в различных выставках. Мои мысли, мои мысли вот о времени, о метаворфозах времени, совершенно о жизни, которая кажется вроде все уже, все ясно, что с тобой будет, и вдруг на следующий день происходит какая-то потрясающая встреча, которая переворачивает все. И это мои мысли, вот материализовались, мои объекты инсталляции, как это сейчас называется. И я стала работать вокруг времени, то есть материализовывать свои размышления в разных материалах. Какое главное свойство времени нужно учитывать нам? Я думаю, быстротечность. Несмотря на то, что Виталий Статцинский и его жена Татьяна Зверева были тепло приняты в Рибите, художник еще не успел набраться впечатлений. Я хочу просто побродить, походить, в баньку сходить. То есть я маньяк бани, а во Франции нет русской бани, в Париже, как ни странно. У первой эмиграции была русская бани, а у нас сейчас там меньше, конечно. Ну и просто, если вы еще захотите просто так прийти, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Выставка будет экспонироваться в Рибите до конца июня. Рибитчане имеют уникальный шанс увидеть творчество художников, работающих на мировом уровне и впервые выставляющих свои работы в российской провинции.